Всем добрый вечер! Начинаем наш вебинар по speaking-критериям и по лексическому подходу в изучении языка и что же с ним нам делать. Вкратце расскажу о себе. Я сдавала IELTS много раз, боюсь сказать сколько. Мне нужны были восьмерки, и в итоге я набрала 8,5 за рейтинг и speaking 8. Все остальные у меня были и девятки, и 8,5 за много раз с дачи плюс-минус полбалла варьировалось. Но суть в том, что даже среди преподавателей 8,5 за рейтинг редкость, и я не столько хочу похвастаться, сколько хочу... Ну, сейчас вам, когда буду рассказывать свой путь, чтобы вы поняли, что то, к чему я в итоге пришла, дало результат. Потому что 9 — это уже уровень, вообще носители которых всего 5% в Британии. Я недавно читала, что в среднем британцы знают английский на уровень 6,5, то есть upper. Ну, это как русские обычно. Вот вы идите на улицу, кто по-русски классно говорит? Да никто. Так же и они. Соответственно, на 8,9 пишут, на 8,8,5 пишут 5% британцев, то есть те, которые образованы и, соответственно, очень грамотные, да, и на разные темы подкованы. Вот это IELTS 8,5, да. 9 — это когда уже там вообще комар носу не подточит. Это за письмо, соответственно, speaking у меня 8, чуть поменьше. Ну и, в принципе, это выше крыши для многих, 8,5 на 9 особо никому не надо. Ну, соответственно, нет предела совершенства, есть люди, кто и покруче говорит. Но к чему я все это? К тому, что пока я сдавала, я занималась со многими репетиторами и с несколькими экзаменаторами, и в конце концов докопалась, что же от нас хотят, да, и то, до чего я докопалась, было подтверждено самими экзаменами, да, когда я уже сама шла на экзамен, и после экзамена выходила и точно себя сама оценивала, что «а сейчас я опять не сдала». Или «а сейчас я не сдала то, но сдала то». В общем, там целая история была. Как я изучала английский? До 2015 года я изучала его сама, просто я его очень любила. Я думала на нем, мне песни нравились. Какие-то там в институте, первый у меня технический вуз был, на курсы технического языка ходила. Ну, так, знаете, как все. И потом я просто начала работать в одной организации, где я общалась с иностранцами, но в основном в письме и вживую очень редко. То есть язык был больше пассивный. И часто возникали такие конфузы, когда они думали, что я грубиленка или я не хочу с ними работать. И я все думала, ну, понятно, что у меня английский не очень, но не такой же плохой, чтобы они так на меня наезжали. Но оказалось плоховато. И я решила поступить в МГЛУ на Морисе Терезе на курс «Усный последний перевод». Двугодичный курс, 6 дней в неделю, 3 часа минимум каждый вечер. И, соответственно, чудом меня туда взяли, потому что обычно туда уже берутся с гуманитарным образованием, с лингвистическим желательно и с хорошим уровнем. И там, соответственно, только там началась система в моем образовании, да, в моем английском. Система там была тоже не совсем удачная для тех, кто просто хочет улучшить английский. Это было уже точное направление для переводчика. То есть фокус на какие-то аспекты перевода, да, какие-то тонкости. Но, тем не менее, грамматику нам как раз преподала Татьяна Константиновна Цветкова, по которой я сейчас артикли преподаю. И за два года, естественно, грамматика, она очень хорошо нам подтянула. Все остальные предметы были полезны, но, например, слушание мы не практиковали, спикинг мы не практиковали. Мы в основном на текстах концентрируемся, на переводе. И если бы я тогда знала то, что я узнала, когда начала сдавать IELTS, я бы уже вышла из этого МГЛУ с 8,5 минимум, да. Но потом, так как я не знала, не была замотивирована сильно, просто пошла учиться, вот нравилось. Сразу после МГЛУ, без всяких там изучений курсов, структуры, я просто пошла и сразу набрала 7 за спикинг, 7 за райдинг. То есть это уже был адванс, это железный, я его несколько раз подтверждала. То есть МГЛУ дал мне базу адванс. До proficiency еще полтора года ушло. И занималась я и с экзаменаторами, и с неэкзаменаторами, но только один человек смог мне донести, почему у меня точно не 8 было за письмо, а 7,5. И подробности этих критериев в прошлом вебинаре, запись, если нужна, потом напишите, я скину. И сейчас все это мы применим к спикингу. И этот человек показал мне, что значит работать с языком, что значит прокачать язык. Я вам это покажу сегодня, как делать с учебником. Соответственно, только благодаря этой системе, когда я поняла эту систему, я уже уверенно знала, что мне делать. Но интересно, так как у меня интуиция ничего вроде, и склад ума такой логический и инженерный, то я сама, по сути, пришла к этому подходу, к лексическому, его называют лексический подход. По сути, я сама интуитивно к нему пришла, я ему следовала. Но, так как он не был сформулирован, знаете, научным языком в голове, я как бы следовала ему, но не так, как вот все, тебе сказали, этот путь работает, и ты следуешь. Я его интуитивно, ну, как бы, себе разработала и так делала. Но когда меня еще убедили научно, показали, как это делать, и какие учебники вообще использовать, а не так рандомно, знаете, вот люди готовятся, начинают кайлз. И они рандомно читают статьи какие-то, какие-то учебники по айлз. Ну, путь ничего, но долгий. Соответственно, есть более быстрый путь. Ну, и сразу скажу, что, конечно, он быстрый, но он трудоемкий. Английский — это, как говорили наши преподаватели, это попа-часы. В среднем один уровень — это 8-10 месяцев, а то и год, да, в зависимости от вашего темпа. То есть, если вам вдруг срочно приспичило сдавать Айлз, а у вас там уровень интер, вам надо 7. Ну, даже если вы изучите структуру эссе, но это все равно еще года полтора минимум подтягивать язык, чтобы вы не были в иллюзии, да. Поэтому лучше сразу начать акцент на улучшении общего уровня языка, а потом уже вам просто узнать схемы Айлз и все. То есть, не ищите каких-то обходных скоростных схем, потратите просто много времени. Почему это говорит? Да, потому что я сама их искала и сама через них прошла. То есть, я проходила курс IELTS Advantage у Крис Пелла. Замечательный курс, после него я точно знала, как писать эссе. Но это курс, вот ты выкупил курс онлайн, ну, ты изучил схемы, как писать эссе, отправил им на проверку, они тебе вернули назад файл с фидбэком. Ну, с тобой же никто не занимается каждый день, там, или два раза в неделю, да. Да, ты знаешь, как писать. Но язык ты в итоге сам прокачиваешь. Поэтому в итоге я поняла, что либо, ну, надо реально идти в ИНИАС и учиться, три, там, четыре года, да, сколько во времени есть. Либо вот, как я, на какой-то курс такой, да, по профпереподготовке. Либо нанять сразу нормального преподавателя, там, раз-два, два раза в неделю, прокачивать язык систематически. И еще вариант бюджетный. Это найти коллегу. Например, я видела, что в комментариях к посту все писали, что, в основном писали, что уровень C1-B2. Соответственно, если у вас C1, находите коллегу, у которой тоже C1, у которой тоже есть цель прокачаться, и вместе встречаетесь, занимаетесь, как бы, ну, друг друга подтягиваете, да, даже человек с одним уровнем уже может помочь, да. Вот это такие пути. Есть какие-то здесь пока вопросы, может быть, еще что-то интересует на пути к C2? Нет вопросов? Окей, идем дальше. Переходим к Speaking Band Descriptors. Получилось так, что я пришла на экзамен, и попалась экзаменатор русскоязычная, и я услышала ее фамилию и имя, и нашла ее в соцсетях. Нашла и просто умоляла со мной заниматься. Она согласилась. И я ее нашла до того, как результаты были оглашены, поэтому там до результатов мы особо не переписывались. Но когда она уже, я получила свои результаты, это была моя первая восьмерка за Speaking. И когда мы начали с ней заниматься, она мне раскрыла все карты, как она анализировала мой Speaking. Поэтому то, что я сейчас вам скажу, это мало того, что из первых уст экзаменатора, но то есть эта ситуация реально уникальна, по сути. Вот кто из вас, да вот если спросить просто всех, кто сдавал IELTS, кто потом свой же Speaking на реальном экзамене обсуждал с тем же экзаменатором, который принимал? Да почти никто. Это просто реально случайность. Просто запомнила, она мне очень понравилась, я нашла ее в соцсетях, еще она согласилась. Вообще шикарно. И этот фидбек на самом деле уникальный, потому что я уже могла анализировать свой примерный Speaking, да, но я не могла понять, да почему уже 7,5, да почему уже не 8 никак, да? Вот эти полбала были критичные. И сейчас я вам раскрою карты, почему. Раскрывать буду согласно критериям. Во-первых, что если кто-то еще не знает, что круглый балл, это он круглый. То есть каждый из этих критериев весит одинаково. Это так же, как в writing, да? И если у меня, например, было вот так, 8, 8, 8, 7, я получала 7,5. То есть 3 восьмерки, 1 семерка, это 7,5. Ну, соответственно, кому надо 7, понимаете, да, если нужна семерка, надо либо все семерки, либо чтобы было 8, 7, 7, 6, например, в любом порядке, да, чтобы круглая была 7. Как только один критерий, на балл ниже, у вас летит весь балл, да? И, соответственно, она мне объяснила, где же я летела. А летела я на fluency и coherence. Так как здесь в основном все upper и advanced, по крайней мере, так писали люди. Начнем, не будем разбирать, шестерку, семерку, восьмерку, девятку. Я сразу начну сверху, и вы поймете, что такое идти вниз. То есть разбираем fluency и coherence. Fluency — это темп речи, coherence — это ее связанность, да? Девятка — это иногда человек повторяется, иногда себя поправляет, очень редко. Даже если мы на русском говорим, мы сами себя поправляем. Вот это видно, когда человек просто делает это на автомате, да? Ну, как носители языка. Если человек делает паузы в речи, вот здесь очень важно. Понимаете, если человек делает паузы в речи, то они называются вот это hesitation, сомневается, да? То он сомневается не как построить грамматическую структуру, какое слово еще туда вставить в свой speaking, да? А он просто думает, что ему еще сказать в контент, идея. Поэтому экзаменатор говорит, что девятки у нее получали. Ну, кстати, вот масштаб, да, бедствие. Восьмерка. Я получила у нее одна из шестидесяти человек в тот день. Не в тот день, а в тот заход экзаменаторства. Одна из шестидесяти я у нее получила. Следующий заход у нее один парень получил, тоже там из сорока пяти или из пятидесяти человек. Один девятку, и еще одна восьмерка была. То есть настолько. Да, вот это, ну, недешевая вещь. Соответственно, она говорит, она говорит, что девятки в основном получают люди, которые реально говорят глубоко на тему очень, ну, не то, что очень научным языком, но очень advanced языком, да? То есть мало говорить бегло, мало говорить связно. Надо говорить соответствующим стилем и языком, да? И один раз ее поразил очень парень, когда он просто на любые вопросы, там, в третьей части, всю третью часть, он просто, знаете, вот как статью пишет в академических журналах научных. Вот он ей так все рассказывал, с фактами, вообще без запинки, все, она, конечно, ему девять поставила. И что идет дальше? Восьмерочка. Восьмерочка просто все это чуть-чуть ухудшается. То есть человек чуть-чуть больше сомневается, и иногда очень, то есть на девятку вообще недопустимо сомнение, когда человек подбирает слова или грамматику. И это видно, опытный экзематор это видит, когда вы делаете паузу. Я сейчас вам покажу, как это видно. На восьмерку иногда очень редко допускается, что человек задумался над словом. Я помню свой экзамен один, когда я задумалась над поиском слова peril, а нет, не peril, а pitfall, pitfalls, подводные камни, да, скрытые препятствия. И я пока думала, я поняла, что все, я его забыла, я сказала problems. Но на долю секунды эта пауза была больше, чем надо, чем естественно, да. И, соответственно, она была такая у меня одна, поэтому восьмерку я все равно получила. То есть на восьмерку иногда такие паузы бывают. Ну, одна-две на весь пик, ничего страшного. Как это можно почувствовать, где вы ставите паузу не там? Ну, например, фраза I'd like to tell you, да. Она вот так произносится. Если вы начинаете произносить I'd like to tell you, все, это уже пауза, да. Или I'd like to tell you. Или I would like to tell you. То есть пауза ставится там, где не нужно. И это, соответственно, снижает балл за флюенси, за беглость речи. И, соответственно, чем дольше человек думает над словом, тем больше вот эта ненужная пауза. Ее очень видно. Соответственно, на семерку там уже человек может говорить без заметных усилий на разные темы, но у него вот этих пауз по подбору слов, по подбору грамматики еще больше. И, соответственно, не такой набор, не такая гибкость в речи, да. Дискурс-маркеры не такие классные, связки предложения не такие классные. Все как в письме. И что здесь важно? Вот этот критерий очень важен, почему я не могла добрать 8. И в конце концов добрала именно с ней. Она говорит, я реально сомневалась. Она говорит, я прям реально думала несколько дней, и именно по поводу твоего случая я консультировалась с супервайзером. Почему? Потому что все, словарный запас, грамматика, произношение, все было нормально. Но, она говорит, иногда ты делала паузы в предложениях там, где не надо. И в основном это возникало что-то между, на грани произношения и на грани, вот, ну просто вот, ненатуральный темп речи, да. И она связалась с супервайзером. Он ей сказал, в таких случаях, вот у нее там, да, она мне ставит 8 за лексику, 8 за грамматику, 8 за произношение. Но вот здесь она сомневается, 7 или 8. И она понимает, если она не поставит 7, overall не будет 8. Супервайзер что говорит? Он говорит, здесь ты решаешь сама. То есть, реально, вот эти полбалла, это на усмотрение экзаменатора. И она пошла в мою сторону. И что было решающим фактором? Вот это очень важно сейчас. Это эксклюзив, можно сказать. Что было решающим фактором? Она говорит, решающим фактором стало то, что ты в третьей части, именно в третьей, не замедлилась. Раскрывала вопросы в глубину. Подробно. Не повторялась. Хорошие слова использовала. То есть, очень, третья часть решающая. Первая часть экзаменатор присматривается к вам. Разминка. Вторая часть, на конце второй части, он уже понимает ваш балл. И вот, например, в среднем вы наговорили на 7, начинается третья часть. Если в третьей части вы начинаете делать большие паузы, э, б, м, м, если вы начинаете не уходить вглубь, как вот, я надеюсь, все из вас уже знают, как писать эссе, что сначала мы даем topic sentence, общее, потом идем вглубь, вглубь, вглубь. И третья часть так построена, что экзаменатор, видя ваш уровень, начинает вас копать, чтобы вытянуть вас на более точечную лексику. Да? И, если вы этого не делаете сами, он вам задал пару надящих вопросов, вы все равно не ушли вглубь, это не будет более высокий балл. Он вам занесен балл, да? Соответственно, весь спикинг у вас уже будет не 7, а 6,5 или 6. То есть, что важно? Реально в спикинге это не миф, это важно, что вы говорите и как, ваш контент, именно ваши идеи, насколько они глубоки, насколько они с разных сторон раскрывают тему. И здесь это, кстати, где-то прописано, где-то прописано lexical resource. Сейчас я найду. Где же это было? Буквально вот недавно видела. А, вот, смотрите. На девятку. Fluency and coherence. Develops topics fully and appropriately. Что значит fully, полностью развить топик? Ну, это значит раскрыть, да? Сказал, как вы, ровно как вы себя, вот представьте, что вы пишете параграф, основной. Далее сказали, а, начинайте развивать, развивать, привели пример. Ну, можете без примера, но развивать. А мне тема попалась, которая была подкована. Интеллект, люди, в чем разумность, в чем неразумность. Я в психологии много на английском изучала, поэтому мне вообще было очень легко. И выражение я классно использовала, и мне интересно было говорить, и с интонацией, и все. И вот это стало решающим фактором. Она говорит, я проанализировала, что я прям переслушала, она говорит, я несколько раз переслушала твой спикинг. Такая честь, да, мой спикинг пару раз переслушивать, взаимно-то. Проблемы, в общем, были. И она говорит, что ты реально не замедлила темп. И ты раскрывала все вопросы вглубь. Поэтому в мою пользу было решение, да. То есть, критично, если у вас очень быстрый темп речи, лучше замедлиться сразу. Я даже прибегала к такой фишке. Я чуть-чуть медленнее говорила, чем я по жизни на английском говорю. И, соответственно, когда приблизилась третья часть, я взяла и чуть-чуть ускорилась. Да, осознанно так. И все. И, соответственно, балл был в кармане. Соответственно, во второй части тоже на это смотрят, везде на это смотрят, чтобы вы не замедлялись по сравнению с началом. И, соответственно, третья часть поэтому решающая. Почему человек замедляется в конце? Если у человека нет привычки говорить на английском, еще этот навык не развит, то где-то через 10 минут он устает и из-за вот этой непривычной для мозга работы он в третьей части валится. Вот это Fluency and Coherence, да. Словарный запас даже разбирать не будем. Тут все как в эссе. Ну, плюс-минус. Вообще, да. Идиоматические выражения появляются только на семерке. Точный словарь появляется только на семерке. Шестерка — это так себе все. Ну, и, соответственно, дальше все это все еще круче становится к девятке. Ровно как в эссе, если что, посмотрите прошлый вебинар. Аналогично все с грамматикой. Ровно как в эссе, только так как это speaking все-таки на семерку чуть-чуть больше поблажек. То есть, если, например, с теми же артиклями у вас на письме два-три вам простят и поставят, например, восемь, то speaking вы даже можете их персист. То есть, одни какие-то грамматические ошибки могут персист. То есть, вы можете за 15 минут их там раз в три больше сделать ошибок, потому что это speaking. это натурально, ничего страшного, да, как говорится. Поэтому здесь чуть-чуть полегче, но все равно очень важно большую часть ваших текстов, да, которых вы произносите, чтобы они были error-free, да. Ну и, соответственно, на девятку допускается такое-такое понятие, как native speaker speech, то есть, ляпы native speakers. Например, когда мы говорим не, вот меньше людей, да, мы говорим не fewer people, а less people. Вот это даже native, он иногда путает fewer и less. И даже на письме это, ну, как бы, считается native speaker mistake, да. То есть, у них тоже там есть своя градация в этих грамматических ошибках. На семерочку может в какой-то момент вот иногда возникать, да, там, окончание s некоторые забывают говорить даже с advanced, да. Я вот когда начала только в свой пассивный advanced выводить для IELTS speaking. У меня, мой первый репетитор поражался, говорит, такие фразы выдаешь, которые я не знаю. Ну, конечно, я два года, можно сказать, академический язык журналистский изучала, да, для перевода. Там лексика была супер, но я даже вот такие банальные вещи, как he thinks, забывала s говорить. Ну, с практикой это ушло. Ну, соответственно, Ну, здесь очень много может быть мифов. Про IELTS, что я поняла от общения с экзаменаторами. Даже на девятку. Ну, соответственно, на девятку есть такое понятие a full range of pronunciation features. Что такое pronunciation features, я вам сейчас покажу. На девятку, соответственно, там, ну, ты как бы даже не слышишь разницы, но на восьмерку акцент допускается. Но акценты произношения это разные вещи. То есть, кому интересно, там есть посты, что такое акцент, что такое произношение. Ну, в общем, у человека может быть хорошее произношение, все он звуки произносит нормально, но все равно оттеночек французского, там, немецкого, да, и так далее. Это ничего страшного. На что смотрят произношение? Чтобы все слова произносились как по транскрипции, да, то есть, ваша версия не отличалась ни в ударении, ни в звуках от оригинальной, да. Но есть еще такое понятие, на что я хотела обратить внимание, что, может быть, вы где-то еще не узнаете. Это pronunciation features, да. Я не могу сказать, что у меня нет акцента. Вот если посмотрите видео «Разбор моего эсэя», я говорю там почти как русский трактор. И это восемь. Потому что, да, пока не супер-нейтив, но это уже и не семерка. То есть, это уже просто чуть, ну, слышен акцент русский, но он не такой сильный. Но чтобы его вообще убрать, я поняла, как его убрать. Это, это, ну, это работа. То есть, когда я уже имела восемь за спикин, мы стали с преподавателем работать над произношением. И я одно слово «работа» училась говорить неделю. Потому что это как бы у-ёк. 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 Да? А не у-ёк там, ещё как-то, да? Или вот эти вот моменты, как «this» и «these». Вот это «these» это не просто длинное «и», а она с горочкой. «И-и». Да? Вот ты пойдёшь так «и-и» по «ик» и там, да? «Весь спикинг». Поэтому, экзаменат, например, я сказала, вот есть определённые моменты, которые ты произносишь, и ты покрываешь вот этот критерий «pronunciation features». Например, на семёрку допускается сказать вот эти модальные глаголы в прошлое сомнение, да? «You should have done this before», да? Вот так семёрка скажет. «You should have done this before». «I should have done this before». Восьмёрка так не скажет. Восьмёрка скажет «You should have done this before». «You should have done», да? «You should have done». Вот это называется «pronunciation features», да? Или, например, семёрка может сказать «some apples». Но они не «some», они «sm», «some apples». Восьмёрка уже скажет «some apples». То есть семёрку за «speaking» я получала вообще без проблем, даже когда вообще реально русским трактором была, и я не знала, что «some», оно не произносится как «само», только как «см», да? Если безударное. И я не знала, что предлог «оу», вот этот «оу», «эв», он произносится не как «офа», как «эвв», да? То есть мы не говорим «a bottle of juice». Это вообще не поймёшь, что на самом деле. Мы должны говорить «a bottle of juice». «A bottle of juice». Сравните «a bottle of juice» и «a bottle of juice». Они это слышат. Соответственно, вот эти фишечки, они на восьмёрке уже появляются. Семёрка там, они не принципиальные, да? Какие ещё фишечки могут быть? А, ну банально вот эти «connect speech», да? «Apples and oranges». Семёрка скажет «apples and oranges». И нормально поставить 7. Я говорила «apples and oranges» на экзамене, вот это «d», но она там не нужна. «Apples and oranges», да? Или артикль «d» у нас произносится. Мы должны сказать «veeple», «i», да? «Veeple», но «zvota», «zvota», да? Когда согласное мы его коротенько «zv», когда потом гласное мы его тянем, да? «The father, the mother, the uncle, the aunt». «The father, the mother, the uncle, the aunt». Вот это называется «pronunciation features». Или ещё самая бомба, что все любят говорить, словообразование и ситуация, любимые слова, да? Смотрите, 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 как мы произносим словообразование. Я всегда произносила и семёрку получала, и семь с половиной получала, когда спокойно тебе говорила «education». Узнаёте кто-нибудь себя? Там что-нибудь? Напишите мне, кто себя узнаёт, когда говорит «education» или «situation». «Situation», да? «Education». Вот один отзыв есть, да? Значит, сейчас откроем глаза кому-нибудь. Но это вот мой знакомый, который уже 10 лет живёт за границей, он мне послушал, он меня говорит, «Слушай, ну вот это хотя бы говори нормально». И смотрите, что. Берём, открываем просто транскрипцию. Я не знаю, как я смотрела, столько лет английским занималась, куда я смотрела, я не знаю. Ну, просто про изночение не ставила, да? Видите, что написано? А вы экран мой видите вообще? Ребята, а чего ж вы молчите? Вы же мой экран не видите. На что вы смотрите всё это время? Ребята, вы тут? Кто-нибудь мне скажете что-нибудь? На что вы смотрели? На меня смотрели. Ага, понятно. Кто-то думал, что у него глюк. Окей, экран. Вот сейчас-то видно, сейчас я включила. А критерии спикинга? Ну ладно, файл тогда будете смотреть. Не пойму где. В общем, вы должны были видеть вот этот файл. Да, косяк. Ну ладно, я надеюсь, что вы его открыли заранее как-то. По файлу я тут распиналась, распиналась. Ну ладно, что поделать с вами. Молчуны. Молчуны. Так, education. Вот теперь вы точно должны видеть мой экран. И смотрите, как education. Видите? Д, ж. Соответственно, кто там что-то хочет сказать? Кто-то хочет что-то сказать? Нет? В общем, смотрите. Education произносится. Не education. Потому что вот она, тут сидит, буковка эта. Education, да? Это называется, ну, уже, как это, pronunciation features, да? Когда человек произносит. Я уже не говорю про букву Т, П, да? Что мы должны поднести листочек, бумажки. И когда мы говорим букву П, он должен вот так вот. И когда Т, тоже он должен вот так болтаться. Ну, это так произношение вырабатывает. Ситуация, смотрите. Си, ц, а потом вот этот волшебный значок. И она читается как situation. Че больше? Situation, да? Как бы во рту появляется, не знаю, как я это называю, слюны много, и ты такой situation. Вот так оно произносится. Вот, это, в принципе, все критерии, которые я хотела вам сказать. Есть по этому блоку вопросы? Нема вопросов? Нет вопросов. У матросов нет вопросов. Окей. Хорошо. Всем все понятно. Или ничего не понятно, да? Как говорят, если нет вопросов, либо все понятно, либо ничего. Поехали к учебнику. К учебнику. Как теперь нам все это прокачивать? Что такое лексический подход? Лексический подход строится на том, что мы учим так называемые chunky и collocations. Вот так это. Если что, да? Chunks and collocations. То есть он основан на том, что мы не учим слова отдельно. И мы прям заучиваем куски текста. И интуитивно, постепенно у нас вырабатывается чувство, что вот так говорят, а так не говорят. То есть когда мы, ну, как бы по каким-то другим методам учим, мы часто видим вот такие объяснения. Вот видите, вот такие схемы. Я всегда от них, у меня голова от них болела. Ну, вот что я должна каждый раз в голове воспроизводить, где там плюс, туби, потом наречие. Да, ну, никто это не запомнит, да? Соответственно, чтобы этого не было, в голове должна сразу всплывать фраза. И сразу всплывать конструкция, которая уже в ходу у людей, нормальных, да, у носителей. Как этого добиться? У мозга есть неограниченная storage capacity, то есть способность хранить информацию, да? но при этом у него ограниченная processing capacity. то есть что такое processing, обрабатывающая способность, когда вы говорите и параллельно думаете, вы не можете очень быстро думать и параллельно говорить, это ограниченный процесс. И поэтому если у вас язык не доведен до уровня автоматизма, то fluency у вас не будет на 8 и на 9, вы будете медленно говорить, потому что параллельно ваш мозг производит еще один труд, он, соответственно, все это выстраивает. Но когда человек учится по лексическому подходу, ему не надо выстраивать, а когда он хочет что-то сказать, у него в этот момент в голове возникает целая фраза, и он ее воспроизводит. Просто если ему надо поменять какое-то прилагательное там, да, или глагол, он просто меняет его там, где это надо. Вот и все. Сейчас я гляну, может кто-то войти. Не может в этот... Войти не может кто-то... Нет, все могут. Вот, все, вопросов нет в Инстаграме. У него в голове возникает чанк, да, блок текста. В каком случае он возникнет? Как в таком случае, если вы его заучили, не побоюсь этого слова, зазубрили. Вы можете выйти, кому не нравится концепция, что надо язык зубрить, его реально надо зубрить. И это мне сказали самые лучшие преподаватели, что язык это попа-часы. Вот если ты не выучил, но ты не сможешь сказать, да. А даже если ты выучил отдельно какие-то слова, то потом очень много времени приходится тратить, чтобы это все скомбиновать, скомпоновать в одно предложение. Тогда как если сразу начать по лексическому подходу, этого не будет. И я вот говорю, что интуитивно к нему пришла, я понимала, что так надо делать. Прям учить тексты, репетировать, да, и выводить их в речь, письмо и так далее. Но я не имела вот этого обоснования, я не имела ресурса, как же это делать. Вот мне очень просто супер преподаватель показала, как это делать. Соответственно, это уровень upper учебника. Но честно скажу, у меня уже был advanced года два, и я его открыла на уровне upper. У меня вот этот преподаватель сказал, да, я знаю, что это advanced, но все равно открываешь upper и проходишь upper. Потому что тут даже для меня было очень много всего полезного. И чем отличалась вот эта, вот этот подход от всего, что я делала раньше? Скрупулезностью, да, тщательностью. То есть принцип такой, что вот мы видим фразочку, да. То есть мы открываем учебник. Сначала мы открываем students' book. Вот она так выглядит. Ну, соответственно, вы со своим уровнем определяетесь и выбираете учебник, да, себе. Комфортно, когда вы проходите, например, ну, не знаю, разворот, и там где-то 30, но не больше 40% для вас нового. То есть 20-30% это идеально, потому что когда много всего нового, тяжелее осваивать. И вот посмотрели, комфортно, да, это ваш уровень. Но будьте честны с собой, да. Надо не пропускать вообще ни к каждой библине. Сказано первое, прослушать, ответить на вопросы. Слушаем, отвечаем на вопросы. Если что-то не услышали, в конце учебника есть аудиоскрипт. Тут он указан в странице аудиоскриптов. Слушайте, я реально закачивала себе эти диалоги, да, в телефон. Вот аудиоскрипт, 193, 20 минут. И я ходила в душ с ними, я ела под них. То есть один диалог я прослушивала, я не побоюсь сказать, раз 50. Пока готовила, я его слушала, да. Что получалось, что это вроде как пассивное было, но я потом почти наизусть их воспроизводила. И реально в спикинге мне это пригодилось. Я реально на тесте, прям в третьей части, как выдала, аж сама порадовалась, да. Как это происходит? Вот вы прослушали, и вам дают здесь упражнение, да. И здесь вот я просто помню уже, что там было. I don't tend during the week, though. Если вот эта фраза у вас моментально в голове не выстраивается, когда вы хотите сказать, что ну в течение недели я обычно этого не делаю. Если вот сейчас вы начинаете задумываться, а как это сказать, то вы должны эту фразу выучить наизусть. Чтобы когда вы захотите сказать, ну в течение недели не склонен это делать, то у вас должно так сразу вылетать. I don't tend during the week, though. Ровно с такой же интонацией. То есть вы повторяете до тех пор, пока вы не воспроизводите любую, ну, мельчайшие моменты интонации. I don't tend during the week, though. Да, нигде лишних пауз. Или, например, как вот сказать, что я слушаю музыку постоянно, и у меня наушники, мои наушники приклеены к ушам, да, все время воткнуты в уши. Как красивенько сказать, да. Yeah, all the time, my headphones are glued to my ears. Вот если у вас сейчас не возникла эта фраза сама собой, надо ее заучить. То есть да, вы знаете слово headphones, да, вы можете знать слово glued, но если бы вот так оно в такой композиции у вас бы на автомате не вылезло, надо заучить. И вот так вот совсем, то есть не пропускаете ничего, выписываете себе словарик. Как с словариком, я вот тоже сейчас покажу. Особенно вот здесь вот эти упражнения, они все важны, да. Просто учебник так построен, что лексика, вся вот эти чанки, они прокручиваются в диалогах, потом в обсуждении, потом в упражнениях на словарик, потом в текстах. То есть это просто потрясающе, как это все скомпоновано. Или вот работа со словарем. Банальный пример, смотрите, банальный. Например, например, где там у нас было... А вот. You can't stop reading, it's so exciting, so gripping. Сюда gripping вставляем, да. Если вы знаете слово exciting, очень хорошо. Если вы знаете слово gripping, это тоже очень хорошо. И если вы знаете, как сказать, ой, не мог остановиться, что-то делать, что это будет I can't stop reading, да. Или watching, все что угодно, да. Очень хорошо, что это вы знаете. Но, когда вы заучиваете вот таким блоком, у вас в голове откладывается, что вы можете сказать не просто exciting, вы можете расширить свой ответ, сказать it's so exciting, so gripping. Сравните. So, do you like the feel? Я говорю, it's, yeah, it's so exciting. Окей. А если скажу, it's so exciting, so gripping, да. Сразу вы можете говорить at length, как говорится, в длину. На I'll speaking, да и вообще везде, это потрясающе. Ну, это просто вот выше семи вы не прыгнете, если так не будете говорить, да. То есть все знают два слова, но мало у кого они вот так вот связки сразу возникают в голове и вылетают, да. Аналогично там слово все знают hilarious. Ну, кто на уровне точно знают. И funny. Но мало кому приходит в голову сказать, it's hilarious, just really, really funny, да. И вот так вот он построен, что вы, или вот, например, don't go and see it, it's dreadful, absolutely awful. Вот сразу так и будешь сидеть и думать, а какой же синоним для awful. И пока будешь перебирать, время ушло, как говорится, поезд ушел. Тогда как если они в голове рядом идут, it's dreadful, it's absolutely awful. Вы сразу выдадите, да. То есть заучивать до такого момента. Ну и, соответственно, вы вот так прорабатываете все это от корки до корки. И дальше либо с партнером такого же уровня или чуть выше, либо с преподавателем вы это все выводите в актив. Проговариваете, да, обсуждаете эти же темы уже с той базой, которую вы наработали. Что еще здесь дано? Вот это учебничек, да. К нему, соответственно, идет, к нему идет workbook. Сначала вы проходите учебник, модуль учебника проходите, да. Потом открываете workbook, то этот же модуль. И workbook уже больше, ну, такая, да, доработка. Тоже разные контексты, задания и та же самая лексика. В других ситуациях, чтобы еще раз у вас отложилось, когда это уместно употреблять, когда нет. Упражнения на vocabulary, на grammar. Опять listening. То есть просто занимаясь по учебнику, вы прокачаете и speaking, и reading, и listening. Все прокачаете, что надо. И writing, там еще состояние по writing есть. И произношение тоже здесь, они отмечают какие-то моменты интересные в произношении. Просто важно, что я раньше выпускала. Я вот просмотрела разворот, ну да, ну вот это слово новое, окей, выписала слово. Там забила его в приложение, окей, я выучила слово. Нет, это не работает. Вот прям сидишь и долбишь эти фразы, да. Но я, конечно, непривлекательно говорю, я могу вам сейчас расписать, как это вдохновляющее, какие классные чувства, когда ты там сейчас уже можешь это сказать, и у тебя в голове ты видишь, что эти дорожки уже натаптываются. Это все супер вдохновляющее, ты видишь результат. Но, чтобы к нему прийти, надо настроиться на работу, да. Никаких секретов здесь нет. Просто она должна быть вот настолько тщательной, да, я надеюсь, Донесла, вот как, до какой стадии мы должны выучить все это, да. Если вы хотите реально, чтобы это было в активе. Так, кто-то мне там что-то написал. Донесла, хорошо. Катя, да, все, два человека сказали, да, значит, не зря мы тут просидели уже. Окей, и, соответственно, вы делаете все по workbook, то же самое, все по порядку, ничего не пропуская, ни одного эссинга, ничего не пропуская, ни одной бздюлины. И если вам какое-то слово незнакомо, то не надо лезть в словарики разные. Здесь очень все продумано, вы берете, мне, кстати, не платит за то, что я откамс рекламирую, я вообще его узнала только там, Аню, в мае. Это просто настолько, ну, для меня было мощно, то есть, даже вот у меня ученики, у меня есть трое ребят на приинтере, и мы с ними по приинтеру идем по этому учебнику. И один общается постоянно с американцами по бизнесу. И он говорит, я вот год до этого, какой год, полтора, говорит, я учил английский, ну, по другой системе, не буду сейчас никого там, ну, негатив лить, да, ну, как-то по-другому там учился, да. И он говорит, у меня ни разу не было такого инсайта, что я в переписке понимаю, что это реально в жизни этот язык применим. Ну, может, конечно, он тоже там преувеличил, да, но тем не менее. Вот слово run, как to run your own company, да. Кстати, слово company, оно не company, оно км, company, company, да. Он не читает. Вот, то есть он, когда, ну, когда мы с ним прошли, там, с первого модуля сразу идет to run your own business, to, там, ну, и так далее, разные выражения, да. И он, когда он увидел, что вот ему пришло сообщение там, now I'm running my own project, да. Он говорит, и раньше я бы уперся в это run и думал, куда он бежит. А там учебник так под жизнь построен, что даже уже на преинтере человек начинает базовые вещи, ну, такие жизненные понимать. Он говорит, и мне так вдохновился, когда я реально, и таких нескольких случаев было. До этого у него ни разу такого не было. Тут мы один модуль прошли, у него уже несколько инсайтов было, да. Что говорить, если ты прошел реально все уровни, да, по этой системе, начиная, там, с beginner и дальше, да. То есть, пройдя учебник, ты реально закрываешь уровень, если все тщательно проработал. Так вот, словарик лезть не надо никакой. Поначалу, да. Сначала открываем такой файл под названием vocabulary builder. И смотрим, вот то слово, которое нам было незнакомо, оно вот здесь есть, ищем его здесь. Если оно есть, то сначала читаем определение на английском. Ну, это, соответственно, уже я говорю про интер и upper. Для преинтера может быть сложно. Но все равно там более-менее простым языком объясняется. Вот. И смотрим не просто вот, ну да, я знаю, прочел определение. Нет. Смотрим дальше. Все примеры. И если в этих примерах тоже есть что-то новенькое, чтобы вы не сказали, вы не знали, как это с предлогом каким идет, еще что-то, что в этой ситуации можно, да. Его использовать, да. Charlie said glutes to the bus too. Например, вы уже знаете, что могут приклеиться наушники к ушам. Но что попа к сидушке может приклеиться, вы еще не знали. Поэтому раз и выписали себе, да. Сидела приклеена к стулу, да. Вот так вот все. Просматривайте. Почему так? Да потому что здесь все такие выражения, которые вот, ну, реально крутые, реально нужные. Тогда как если вы будете рандомные словари, и Oxford, Cambridge по очереди просматривать, там не будет это все вот так вот скомпоновано сразу, да. Здесь же специально все уже по контекстам распределено. И только здесь уже, если вы не нашли, или не поняли, или вам мало, тогда уже идите в обычные словари. Ну, поверьте, обычно этого выше крыши. Вот, соответственно, все. Вот так мы работаем с учебником. А, хотела показать, что со словариком делать, да. Раньше я заводила в Excel табличка, у меня была огромная такая табличка, но, соответственно, я заводила слово. И что вы думаете наоборот? Никакой не перевод, ничего. А целое предложение с ним. Видите? Ну, соответственно, если у вас уровень pre-inter, то, возможно, вам понадобится перевод. Но мы сейчас говорим про inter, upper, и в общем. Вот я забила слово magnitude, да. Я его знала. Знала и слово devastating. Но вот если бы мне сказали, а скажи-ка предложение, что на город обрушилось землетрясение с такой-то вот этой вот частотой, я уже по-русски даже не знаю, как она, и разрушило столько-то домов, я бы начала думать. Поэтому я заучила, да. An earthquake with a magnitude of 8.3 struck the city, devastating 80% of the buildings. Проверяем. Вот, видите, до такого момента заучивается. И таких только по первому модулю. Я уже сдала IELTS. Уже все у меня было в кармане. Но я выписала 88 выражений с advanced уровня, да. То есть у меня уже в документе подтвержденный уровень proficiency. Но даже с учебника advanced я выписала себе 88 выражений только с первого модуля. Представляете? А у меня еще есть там с аппера тоже куча выписанных. Вот. И такое предложение удобное. Вроде даже оно бесплатное. У меня просто оно для преподов. Quizlet, да. Я еще не нашла какого-то предложения, которое именно под этот лексический подход. Но, тем не менее, просто вы берете, на одной стороне вводите само слово или два там, сколько вам надо. А потом все предложение. И вот так вот заучиваете. Следующее, да. Смотрите party. Конечно, все знают слово party. Но до этого я, например, не употребляла его как глагол, да. People are there. People are there. Party like there is no tomorrow. Вот так я бы, ну, не сказала бы. И поэтому я себе выписала, звучила. Ну, прикольно, когда что-нибудь описываешь, да. И вот так вот видите, всякие моменты. Buzz, да. It just has a real buzz. The whole city was still buzzing, да. То есть я бы так вот сама взяла бы и не составила. А теперь составила бы, да. Все. Наверное, на этом. А, еще момент такой, что учебник так построен, что вам не надо никуда прыгать. То есть, если вы начинаете сразу с upper, то к концу upper у вас уже будет advanced. То есть вы уже будете на верхней границе upper и advanced. То есть вы уже сможете сдать IELTS на 7 там с плюсом, да. То есть он так устроен, что грамматика... А, еще важно, что же я вам еще забыла сказать, что даже по грамматике он закроет ваши основные моменты. Потому что, потому что, потому что, потому что... Где тут? А, вот он, students' book. Смотрите. На странице 166. То есть уже в учебнике, уже в рабочей страде вся грамматика, упражнения есть. Но на 166 странице, ну там в каждом уровне своя страница может быть. Отдельно еще выписаны все грамматические моменты к уроку, к модулю. И еще отдельное упражнение чисто на грамматику. Да, прокачивается грамматика. Тоже очень много интересного момента. Я вот пост сделала, когда про used to you would. Это я брала из вот этого учебника. Вот отсюда прям брала, не постеснялась, исписала и призналась в этом. А еще в этом vocabulary build'е есть тоже упражнение на вокабуляр. Я, наверное, закрыла его уже. В общем, там тоже не поленитесь, все до конца простудируйте. Его можно скачать бесплатно, этот учебник. Совершенно можно скачать. Вот к первому модулю, смотрите, вы просто слова прочитали, а потом раз, прогнали быстренько упражнения. Вот они, чисто на словарик вот этот, который файл со словариком. Ну то есть все, что надо для счастья, как говорится, на мой взгляд. Все, у нас осталось три минутки на вопросы, если есть. Если нет, то закрываем все. Наталья, давайте. Ну? Одно новое. Для чего вам нужны были все восемь? Секрет пока. Потом скажу. Vocabulary builder идет в самом учебнике. Нет, он отдельно скачивается папочкой Vocabulary Builder. Вот. Папочка. Учебник. Учебник для учителя. Там еще как бы, ну, фишки, когда ты преподаешь, и ответы на Students Book некоторые есть. Workbook. Рабочая тетрадь. И отдельно идет вот, Vocabulary Builder. Вот он. И там к каждому модулю свой файлик. Unit 1, 2 и бла-бла-бла. А, еще, конечно, аудио. Тоже скачивается все в комплекте. CD1, CD2. Они все там по порядку. Вот. Анна, где скачать? А, скину ссылочку. Скину ссылочку. Давайте вам сюда, чтобы... И в пост тогда. Я просто не знаю, как в Инстаграме. Можно скинуть ссылку? Вот, чтобы ты нажал ссылку, и она перешла. Они, я не знаю, там как-то неудобно все. Не нравится мне пока Инстаграм. Хочешь скопировать ссылку, вставляешь, она не работает как ссылка. Что такое? Это я что-то не понимаю? Или это просто он такой плохой? Вот. Ссылочка. И вам... Здесь и первое издание хорошее, и второе. Но я пользуюсь Second Edition для Upper. Но для Advanced мне понравился больше Первый Edition. На самом деле они, грубо говоря, interchangeable, да? Оль, напишите мне, пожалуйста, в личку в Инстаграме. Я скину. У меня там ссылка. Я сейчас ее просто долго буду искать. Ладненько? Вот ссылка на учебник. Выбирайте свой уровень и скачивайте Second Edition, если это Inter, Pre-Inter и Upper. А Advanced рекомендую Первый Edition. Ну, там на вкус и цвет. Посмотрите. Если есть еще вопросик, могу? Пару минут. Так, где можно эти фишки по нейте в произношении? О, ребята. Пока не могу сказать, где. Наверное, это какие-то для меня пока рандомные источники в... А, господи, сижу и вру, главное вам вообще. Так, вы не можете свернуть Zoom во время записи конференции. Ну, ладно, не будем сворачивать Zoom. Произношения. Я поставила произношения, ну, такие базовые вещи, как типа work или walk, да? Я ставила с репетитором, которая училась специально на произношение в УЗИ, и она рассказывала, что они, когда учились, произносили слово cat, да? Потому что если мы произносим слово friend, мы должны на улыбочке, да? Friend. And. Э. Э, да? Friend. И a cat, челюсть должна упасть так резко вниз, и потом вернуться. Cat, да? Соответственно, там, если вы хотите сказать my cat is my friend, рот у вас должен двигаться. То есть у меня через 15 минут мышцы болели, да, все. Мы с ней вот так ставили, и она дала мне вот такой вот учебник, тоже, если попросите, я сильно могу потом скинуть, он с записью. Но, конечно, без репетитора тяжело в этом плане, без человека, знающего произношения. Здесь нарисованы схемки, как должен рот двигаться. Но вот я, например, у меня слух плохой, я, например, не слышала, что почему я не произношу слово work нормально, потому что я его произносила как walk, а не надо там в этом, просто говоришь и все. И я не слышала разницы. И вот когда она меня уже адресировала там неделю, я стала ее слышать, да. Поэтому вот тут схемки есть, как рот должен, там куда язык, сюда-сюда, есть аудио, есть прорепетированные. Ну вот, я не знаю, самостоятельно это, наверное, высокий уровень иметь. Поэтому я с репетитором, может, есть какие-то видео по произношению в интернете, но здесь пока не могу сказать. У меня сама не девятка по произношению. Не видите учебник? Ура! Хоть написали. Ура! Вот он, учебник. Он называется English Pronunciation in Use. Кембриджский, кстати, вот. Марк Хэнкокк. Вот он. Еще параллельно я работала по другому учебнику по произношению. Это Elements of Pronunciation Colin Mortimer. Вот такой. И здесь диалоги прям я заучивала наизусть и повторяла звуки за ними. Вот здесь как раз я узнала, что это не сам, а сам. И они вот, ты слушаешь диалоги, отрабатываешь. И про вот эти, что эв, оно эв, а не офф, да? И также не фром, а фрэм, 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 да? Вот такой вот еще учебничек есть. Что ас, это не ас, а эс. Let us надо говорить, не let us go. Let us go. Let us go. Не go, а go. Let us go, да? Короче, много моментов, это надолго. Кому интересно, пишите в личку, там постараюсь что-нибудь выслать, учебники придумать, да? Но я не суперспец по произношению, честно скажу. Было бы у меня 9, и было бы образование на эту тему, я бы, может, что-то вам дельное бы сказала еще. А так пока, вот знаете, что сама, что такое Азарина Э? Не поняла. Что могла, сказала, там уже. Дальше посмотрим, чем могу помочь. Окей? Все? А можно потом получить запись видео вебинара? Да, сделаем. Она есть. Я надеюсь, все записалось. Скачаю и пришлю туда-нибудь. Все, тогда счастливого вечера и на связи. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok